Очень важно, чтобы наши дети стали по-настоящему образованными и воспитанными людьми. А современное воспитание должно формировать уважение к семейным ценностям, к народным традициям. Нужно, чтобы подрастающее поколение любило и уважало малую и большую родину. Этим важным вопросом было посвящено совещание Славянской администрации. Руководители учреждения образования, священники благочиния церквей Славянского округа, представители районного казачьего общества были приглашены на совместное совещание в Большой зал администрации. Тема совещания – традиции казачества и православия в образовании, пути сотрудничества на современном этапе. В своем вступительном слове заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко сразу задал уровень обсуждения актуальной темы. Сегодня хотелось бы, чтобы мы, как и в прошлый раз, из темы такого совещания, чтобы наше общение было как обмен опытом, потому что понимаем, что только совместными нашими действиями можно достичь тех результатов, которые мы для себя ставили. Игумен Иннокентий, благочинный церквей Славянского района, подчеркнул важность общения священников не только с детьми, но и со взрослыми. Учителями православные ценности сейчас не имеют альтернативы. Заслуживает самых добрых слов положительный опыт духовно-нравственного воспитания, который накоплен в школах города и района. В 11-й школе, что в хуторе Маевском, именно в опоре на казачество, видят залог успешной деятельности. Казаки рядом с нами не только на атаманских часах и мероприятиях. Они у нас принимают участие в строительстве этнографического уголка вместе с детьми. Батюшка приходит на встречи с родителями, на встречи с детьми, участвует в мероприятиях, проводит экскурсии по храмам Славянского района. И мы получаем только положительные отзывы не только от детей, но и от родителей. Пятая средняя школа располагается совсем рядом со Свято-Успенским храмом. И сотрудничество учителей со священниками самое тесное. Мы всегда готовы ходить на экскурсию в храм, на большие праздники в храм приходим, детей проводим. Даже 1 сентября батюшка всегда благословляет наших первоклашек. Он приходит к нам на линейку, приходит к нам на родительские собрания. Они проводят на территории нашей школы какие-то свои игры. У нас воскресная школа. Славянское районное казачье общество активно и с радостью работает с детьми. Создание районного отделения Союза казачьей молодежи поможет этой работе. Здесь идет и поддержка со стороны управления образованием, со стороны духовенства. То есть вместе, совместными силами намного проще добиться каких-то результатов, каких-то целей. В резолюции, принятой по итогам совещания, предусмотрен ряд действенных мер, чтобы сделать совместную работу по воспитанию подрастающего поколения более глубокой и эффективной. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа События.